Уже третий год подряд педагоги седьмой школы собирают родителей учеников для того, чтобы познакомить их с достижениями образовательного учреждения. Сейчас речь идет о том, что образование должно быть доступным, должно быть прозрачным, должно быть открытым, поэтому любой родитель должен иметь представление о том, что происходит в образовательном учреждении, какие есть результаты, какие есть задачи, какие перспективные направления реализуются в школе. Поэтому, ну вот, собственно, этому и было посвящено сегодняшнее событие. Первых четвертых классов в начальной школе 12. Педагоги отмечают, что за последние 4 года наблюдается увеличение числа учеников. При этом показатель качества успеваемости не снизился. Качество обучаемости в параллели вторых классов 60%, в параллели третьих 51%, в параллели четвертых 48%, в школе 59%. На слайде отчет обо всех прошедших школьных мероприятиях. Один из проектов – создание диафильмов. Ребята вторых четвертых классов рисовали, озвучивали и презентовали свои фильмы, созданные по мотивам знаменитых сказок. Каждый мог себя почувствовать руководителем, режиссером, художником. Оценивали работы ребят их ровесники, а помогали им родители, которые стали все чаще участвовать в жизни своих детей. На протяжении этих лет, что я работаю в школе, я вижу, что родительская общественность, она повернулась к школе более открыто, стала более активно. Они стали принимать участие не только в плане экскурсии, чтобы сопроводить детей, например, в музее, библиотеку, но также они стали принимать активное участие именно в школьных мероприятиях. В большом актовом зале собрались родители детей пятых и девятых классов. Им рассказали, что было приобретено за лето для школы и где был произведен ремонт, благодаря выделенным средствам из муниципального бюджета и спонсорской поддержке. На родительской конференции мы смогли все, что мы сделали, достаточно компактно, кратко представить родителям, потому что полный публичный отчет о работе школы будет представлен на сайте школы. Также к собравшимся обратилась директор Ольга Речкалова с призывом активнее участвовать в жизни школы. Например, помочь в реализации проекта «Один день со специалистом». Родителей старшеклассников на собрании было меньше всего, но это не значит, что им безразлична судьба. Просто в параллеле десятых-одиннадцатых всего четыре класса. Одна из ответственных родителей – Галина Персьянова. Она старается не пропускать школьные собрания. Чтобы родители были в курсе жизни своих детей, чтобы знали, что происходит в школе, потому что дети не всегда могут делиться всей информацией с родителями дома, а так мы узнаем больше. Старшеклассники в прошлом году перешли на новую систему обучения, и теперь у них разработана четкая программа профориентации. Это значит, что одиннадцатиклассники, определившиеся в своей будущей профессии, выбрали профильные предметы, по которым углубленно сейчас проходит обучение. По всем остальным предметам они сдали экзамены еще в десятом классе. В чем плюс? Почему им легче? Потому что он готовится, например, к трем историям. Это одна тема, то есть он в одной теме постоянно это делает, это делает, это делает. Ему проще здесь, он не отвлекается на другие. Если, например, у ребят физика, у них пять физик в неделю, то есть тех предметов, которых у них нет, они заполнились физикой. Им проще, потому что там это не один урок, а два урока подряд. Они сели на 80 минут и полностью тему проработали. Подобные общешкольные собрания проходят в школе один раз в год, но обычные родительские собрания организуют намного чаще. Для очень занятых родителей есть сайт, на котором можно задать любой интересующий вопрос. Собрания очень интересные, всегда продуктивные, узнаешь очень много интересного, но мы уже одиннадцатый класс, поэтому эту информацию в принципе все узнаем. Но что-то новое, если узнаем, конечно, интересно. Также надо заметить, что по результатам рейтинга школа номер семь вошла в 100 лучших образовательных школ Сибири и заняла седьмое место. Диана Визовича, Шатракаев, Новости Губкинского.